Где-то у себя дома или на природе позанимались без всех. Это великий момент в искусстве, когда мы говорим, что вот природа, и вот мы, и все, и нам больше никого не надо. Это великий момент, когда человек начинает заниматься сам. Вот он изучал, 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 а потом начал сам заниматься. Вот с этого момента начинается движение к личной, то есть от интереса к искусству мы начинаем с ним уже взаимодействовать, играть, да, уже как-то начинаем с ним взаимодействовать. Я считаю, это великое событие на самом деле в жизни любого человека, который любую практику делает, когда ему становится в кайф заниматься самому. Вот тренер, не знаю, поддержит меня, когда он начинает много тренировать, это и надо. Но это, Владимир, это 25 лет надо. Я вот по себе знаю, что вот через 25 лет так можно делать. Шифу. Базовое упражнение, я надеюсь, что мы раньше должны сделать. Просто титул очень контактный. В цигун мы как бы настаиваем на том, что самые простейшие вещи, дыхание, да, то есть какие-то самые-самые элементарные вещи. Врачи, да, там, сто дней, через тысячу дней уже можно пробовать, и люди хотят, и пробуют это делать. Когда начинаешь тренировать, иногда забываешь, что нужно самому заниматься. Приезжаешь на учитель, он говорит, так, 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 что происходит? Ты много людей тренировал отсюда? Я говорю, да. Он говорит, это ошибка. Это ошибка, завязывай с этим делом, короче, ты забываешь сам заниматься. Я такой смотрю, думаю, да, действительно, что-то я обвлекся. Потому что личная практика, личная практика, то есть как бы это ничем не заменимо. Да, мы как тренеры, конечно, преподаем, это все здорово. Но вот это великая вещь, что мы должны иногда уединиться и сами позаниматься базовыми вещами. Про это здесь есть несколько глав, про то, что, как это организовывать, про то, что можно взять четкие, просто посидеть и 108 раз подышать. Какие-то самые простейшие вещи, то, что нам реально помогает, то, что реально создает энергию, то, что реально создает гунг-фу, да, мастерство. И, ну что, да, несколько глав и несколько, как большая дискуссия здесь влезет в роль наше занятие. Это и шоу, потому что для меня боевое искусство очень важно. Я пришел, собственно, на бой. Ну, я пришел в боевое искусство, а цигун появился позже. То есть мне очень нравилось, как бы, толкаться, и, как бы, и цигун появился только, когда я понял, что китайские специалисты делают что-то, чего я не понимаю. То есть они как-то меня обманывают, а я не могу понять, как. Это меня, в общем, настораживало и злило. Вот, и я понял, что надо как-то изучать базовую. Но ничего другое меня не убеждает до сих пор. То есть, как бы, для меня очень важно, что мы занимаемся боевым искусством. Оно мягкое. Оно не требует, как бы, ударять человека. Оно не требует его резко бросать. Но это настоящее боевое искусство, это настоящая борьба, пусть за равновесие. То есть я для себя, когда-то, это решение принял, что я не могу заниматься боевым искусством, если есть возможность, да, как бы, партнера по занятиям повредить. Или большой риск, что что-то повредится у меня. Вот, потому что хочется заниматься долго, и поэтому я выбрал это шоу. То есть я выбрал толкающие руки, и я верю, что это искусство, мы еще, как бы, в нем колоссальный потенциал. Это боевое искусство будущего. Да, то есть ни бокс, ни борьба, ни ММА, да, то есть это виды, которые несут в себе очень большую часть, как бы, насилия. Да, это зрелищно, но для большинства людей это неприятный мой уровень насилия. То есть мы, как бы, стараемся, чтобы никому не вредить, и чтобы никто не мог повредить там. Вот, поэтому, как бы, в ту шоу я вижу, что большой потенциал в развитии, как, такого самого гражданского из боевых искусств. Оно самое, как бы, миролюбивое. Поэтому у него самый большой потенциал и самая большая база. То есть оно может быть народным, может быть, как бы, широко распространенным. Именно потому, что, как бы, минимальный риск травм, минимальный уровень насилия, да, и, как бы, и при этом высокое искусство на уровне такой хорошей, 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 хорошей борьбы, хорошего бокса, хорошей, как бы, такой, боевой дискуссии. Вот. Здесь есть об этом несколько глав. Ну, вот, например, в тот момент, когда ребята сходили к нашему коллеге по цеху, к мастеру Шейн Бину на турнир, и после этого пришли, и мы долго разбирали, что происходило, значит, как. То есть эта вся дискуссия вошла в книжку. Вот. И то, что происходило на легендах туй-шоу, в нашем турнире, главном, на котором приглашают другие школы боевых искусств. То есть об этом немножечко есть. Вот. В этой книге, ну, вообще, конечно, хочется по туй-шоу какой-то отдельный, отдельный том писать, чтобы мы с вами проследили путь, там, во-первых, занятий до чемпионата мира на Тайване. То есть мы вот это проследили, как бы, ну, как подъем к высоким уровням мастерства, что мы при этом понимаем, как мы занимаемся. То есть туй-шоу, я думаю, что еще ждет, потому что жанр такой, он очень эмоциональный, то есть там есть поединки, есть встречи с другими школами, есть турниры, то есть это такая очень эмоционально заряженная тема. Я думаю, что еще про нее он будет писать, и только-только, только нашли, что это крутая тема. Да, есть еще, да, всегда, всегда индивидуальные встречи, да, то есть есть встречи с другими мастерами боевых искусств, и это еще требует... Мы просто не можем это пока человеческим языком описать. То есть эмоционально очень переживаешь, но рассказать об этом очень сложно, потому что язык, да, как правильно поведать, как, что там происходит в этих поединках всех. Человеческим языком очень сложно пока. Ну, будем учиться, будем учиться. И завершает книжку как раз философия вопроса, то есть самые главные метафоры, да, и самые главные идеи, которые заложены прямо в названии. То есть, по сути, здесь несколько слоев. Обычно на китайском языке говорят про людей рек и озер. Это такая охранники каравана, вот эта вся история, речные заводи, если кто читал роман. То есть это такие разбойничьи истории очень сильно, вот. Про горы и потоков это, в принципе, про людей, которые занимаются искусством. Занимаются цигуном, занимаются боевыми искусствами, но чуть-чуть дальше от рек и озеров, туда в горы, подальше от конфликтов, поближе к самой теме, да, развития жизни, развития здоровья. Как эта метафора понимается, да, что на пути, когда мы с вами начинаем заниматься, мы встречаем как бы две вещи. Мы встречаем горы и потоки, да. Горы, по сути, я всегда это ассоциирую со своими учителями. То есть, мой наставник, вот коренной к муджетям, вот это был человек-гора. То есть, когда я задавал ему вопрос, как бы, на который мне там лет десять никто не мог ответить, он мне отвечал так, что я еще лет десять, а потом, а может быть, дольше разбирался, что он мне ответил. То есть, он ответил на все, что я спрашивал, и еще туда включил, как бы, часть информации, которую, как бы, ну, не могу понять сразу. Ну, даже в китайских боевых искусствах у него был девятый дуант, да, то есть просто китайское правительство выше не может, как бы, оценить человека. Ну, он сказал, что это, наверное, девятый дуант, потому что это когда-то, потому что там, с какой стороны не зайдешь, ты не понимаешь, где все это заканчивается вообще, где оно начинается. То есть, он начал заниматься в семье и закончил в восемь-шесть. И вот все это время он каждый день занимался, много преподавал, и непонятно было, где у этого человека вообще, где он начинается. Такое впечатление было, что он начинается где-то под землей, заканчивается где-то, по-моему, в небе. Непонятно было, вот мы приехали к нему, ему семьдесят девять лет, мы там все четверки, хорошо. Он говорит, давайте потолкаемся. Я говорю, Шипов, как ты ему топлив? Он говорит, давайте-давайте. Ну что, лежишь, думаешь. А ты можешь еще понять, что это было? Он говорит, ну потолкай меня. Через минуту спрашивает, а ты уже толкаешь? Я говорю, ну я уже умер уже, я уже такой, а-а-а, ну тренироваться тебе надо. Я говорю, окей, хорошо, хорошо. Я говорю, как тренироваться? Ну вот, живот надо чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Я говорю, Шипов, ну что, ты издеваешься? Он говорит, нет, я абсолютно серьезен. Как это понять, да? Ну это именно то, что через, там, десять-пятнадцать лет делает тебя таким, как-то не очень удобным, натолканием. Вот это, да, движение животное. Да, да, мы уже пробовали, так сказать, не очень трудно натолкать. Вот. Поэтому горы, это вот те люди, которых мы иногда встречаем, да? То есть мой учитель точно такой же. То есть вот ему семьдесят на следующий год. Ну что, я стараюсь избегать с ним контакта. Потому что, ну, это как будто тебя в житу задевает, в бухтонную. Удовольствие не шире, честно говоря. Я очень о нем скучаю, но я помню про осторожность всегда. Потому что, ну, и ребят мне рассказывал, да, что заканчивается занятие, у нас тоже пота такая, да? Он говорит, у отцы хорошо позанимались, берет рюкзачок и идет. Я выглядываю в коридор и смотрю, что он идет так. Мы-то ползем, мы даже не ползем, мы сидим просто и вот так, и что? Человеку семьдесят. Он три часа нас гонял, как бы, вместе с нами все делал, как бы, и он идет, подпрыгивает. Я говорю, шифу? Я говорю, ну это серьезно? Он говорит, вот как раз это серьезно. Потому что, чтобы когда вам было семьдесят, чтобы вы так ходили, да? Чтобы вас подбрасывало энергию. Он говорит, в этом смысле цикл больше никакого смысла нет, чтобы... Когда вам будет восемьдесят, чтобы как будто вам было шесть. Такое же настроение было. Старый учитель говорит, насколько он как-то играл, да? Мы приехали к нему, надо, ну, за год до ухода. Он еще с нами со всеми потолкался. Нас всех уронил. С нами была Лариса Шашина. Он говорит, ну давай потолкаемся. И такой, она отводит мне руки и он такой, оп! Он типа, крошка, ты меня победила. Он все время играл. То есть это не было ощущение, что он серьезен, да? То есть он все время... Ну, дай Бог, чтобы мы все восемьдесят шесть. Вот эти игривые были. Вот в этом смысл циклуна. Ради этого как бы вот... Одно надо видеть, да? То есть надо видеть, что это большой путь, тяжелый подъем, долгий. Надо заниматься. И потоки, да? То есть потоки это те состояния, которые, по сути, дают нам силы, да? Дают нам возможность, да? Все это преодолеть, да? На чего можно отдохнуть. Безусловно, циклой мы с вами занимаемся из-за того, что можно постоять, немножко подышать, а через час абсолютно обновленным идти дальше. Вот за это мы его все любимы, да? За то, что как бы можно за счет минимальных действий, да? То есть минимальных движений, минимальных приложений усилий, да? То есть добиться полностью обновленного состояния, ясности, да? Отдыха, да? То есть вот в этом смысле, да? И, конечно, когда мы занимаемся, рядом с нами люди. Рядом с нами люди. Мы все очень разные, у нас разные как бы жизненные ценности, да? Это надо понимать, надо разрабатывать, да? Как бы определенную, да, все-таки этику, да, отношения, да? То есть над ней работать постепенно. Постепенно. То есть когда учитель принимает мою школу, да? То есть там есть определенные восемь обещаний, которые ты даешь, да? То есть это важная часть. Важная часть, чтобы мы следили за постоянством занятий, за коллектным отношением к коллегам. Это не очень сложно, но очень важно, да? Чтобы мы все поддерживали нормальные отношения. В мире боевых искусств вы сами понимаете. Ну, я как считаю. Если мы с человеком не дрались, нельзя с ним дружить. Это невозможно, да? То есть если мы с ним не поверились как бы силой, как бы, мы не можем с ним по-настоящему, да, как бы дружить, да? То есть если мы с ним не позанимались вместе, сложно, да? Потому что когда мы его увидели в деле, мы его почувствовали, тогда мы можем понять, какой он. Какой человек будет, когда он потеряет равновесие. Сложно пережить. Сложно пережить. Сложно пережить. Это сложно. И поэтому нужно это все как бы за этим следить, да? За поддержанием хороших отношений, да? То есть китайский боевый искусств, вы сами понимаете, да? Это огромное количество людей. Да, мы все, говорят, все, одна семья, все занимаются. Но всегда вы, кто были в Китае, вы видели, какая жесткая конкуренция была. Жесткая, жесткая. То есть вот я приехал в 2015 году, выиграл турнир. И когда мы приехали в 2018 году, что мы увидели? Мы увидели хорошо подготовленную команду деревенских борцов, у которой была команда одна. Всех валить. Никого не оставлять. Потому что, как бы, да? То есть очень-очень не любят китайцы проигрывать. Это правда? То есть у них есть, как бы, много людей, которые могут мастерством удивить. То есть нужно тренироваться, да? То есть нужно совершенствовать, да? Мастерство так, чтобы даже в нашей большой семье, как бы, это имело авторитет. Это сложно. Потому что все стараются делать хорошо. Это сложно. Ну, будем стараться. Вот. И, ну, в общем-то, что, да? Про этику отношений, да? То есть терпение, уважение, где-то смирение. Потому что мы все разные, да? Даже в процессе тренировок выясняется, что разные ритмы, разные характеры, есть конфликты, да? Всегда. Стараться понять, что путь длинный. Нужно принять точку зрения, хотя бы, как возможно, стараться развиваться в этом отношении. Ну, вот, наверное, и все. Вот, наверное, и все. Поэтому в сказке «Людей горы потоков» наша новая книжка. Да. Ура. 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 Маленький, маленький 3 минуты перерыв. И я вот там сяну желтым креском и потихонечку подпишу книжки с удовольствием. Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И минут через двадцать уже потихонечку начнется, да? Большой концерт, который ребята подготовили. Сначала Алина Рубанова, потом Александра. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. И Влад. То есть будет много музыки, чая, и успеем с вами все обсудить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ